доброе утро друзья у нас от дождя нет и намёка ну если только чистой улице кругом и свежий свежий воздух а вообще смотрите какой шикардос красота липота мне уже дома машинка стирается смотрите как после дождя чисто еще у нас выпал первый снег я потом если успею вам покажу в горах там выпал а еще я сегодня удачи не накрасилась потому что неохота была пошла это там выбросить кое-что подушку надо старую в машину и короче мне долбанул багажника этот вот крышка от багажника по голове собрала весь мат который знала и сама придумал кое-какой игра и поет жучок в общем так долбанула искре из глаз летели в разные стороны думала это но думала вот сюда гляньте ну знаете такой череп черепушка такая твердая что даже шишки нету странно короче мне хоть чего по голове и долбануть ничего со мной не будет я так думаю потому что вы даже вот тут шишки не было долбанул хорошенечко взяла решил багажник закрыться вместе со мной я опаздываю время 10 вот кстати вот в этом доме сказала что вот они две заражены вот сейчас вспоминаю знаете что прежде чем прийти ко мне она сделала визит еще там к одной еще к одной старушке то есть тогда эта старушка тоже должна болеть в общем не понимаю может быть знаете перепутали еще что-то в общем завтра поживем увидим потому что говорю как-то ну странно все это вроде бы как они все заболели всей семьей и дома но это бабушка если заболела бы она бы дома сто процентов не было потому что она слабенькая ее бы точно подкосила искала вчера когда появляются первые симптомы после контакта с заболевшим в общем трындец не хочется в общем никого заражать смотрите какая классная погода тут парковки много все все разъехались я даже очки не взяла на машине лежат вот ее балкон с цветами не знаю а спросить вот так прямо в лицо как-то знаете не то как я спрошу ты не болеешь ладно завтра узнаем смотрите нас горах снег выпал какая красота а а а а а да перебазировались домой в общем котлетки рублены помните с заморозил заморозил Заморозки, короче, они у меня были. С кабачком, со всеми делами. Это отправляется в духовку. Аббатат. Сейчас почищу. И попробую в этом. В этой машине. Я вообще не люблю эту сладкую картошку. Ну, и в Испании ее едят в основном запеченную. Знаете? Ну, скажется, к чему бы это? Главное, чтобы не к люлям. Ладно, это я сейчас отправлю. Вот. И едят как бы, так как, знаете, даже с медом как сладкую. Ну, сладкая картошка, правильно? Поэтому, муж, наверное, такой даже не будет есть. Скажите, что это такое? Просто жуть. Ага, у него же там салат есть. У него же салат. Он вчера же не был. Он туда ездил. В Альпухару мне фотки прислал, как там снег. Вот где я вам снег сейчас показывала. Вот он там был. Вчера. Поэтому еда у него есть. Оля-ля, как замечательно. Вот. Потому что, не знаю, ну, оставлю, попробует. Может, понравится. Они очень сложно вообще привыкают к всему новому. Кстати, я же вчера собиралась идти. Помните, говорила вам начать, что мне не позвонили с больницы. Десять часов вечера. Звонок. С неизвестного номера. Думаю, возьму. Вдруг, чё и как. Так. А это, оказывается, моя педиатрша. Педиатрша. Ай, девочка маленькая. Моя терапевт. Звонит и говорит. Ой, извини, я сегодня днём ты была последней. Я не успела. И вот сейчас тебе звоню. Ты можешь сейчас поговорить? Я говорю, ну да. В десять часов те же я могу быть-то. Ну, хотя, мало ли, может, там загуляю. Отвлекусь. У нас загуляю. Вообще, по-моему, наверное, запретят. Сделают комендант. Ну, типа комендантского часа с двенадцати ночи до шести утра. Вообще, у нас жопа, если честно. Что творится? Я не понимаю. Мне уже закрадываются мысли такие, почему в Китае нет вируса, а везде он есть. Вас как-то не влечёт этот вопрос? Странный как-то, да? Они так быстренько от него избавились, что навевает на какие-то мысли меня нехорошие. Ладно, не будем об этом. Да, скоро нас совсем... Ну, закрыть совсем не закроют, потому что нам же тогда платить надо будет. За какую хер нам будут платить? В общем, да. Ладно, в общем, она мне звонит в двенадцать ночи. Ой, в двенадцать. Совсем дурочка. В десять вечера и говорит, что ты хотела от меня? Я говорю, хочу прививку. Она говорит, ты знаешь, вот сейчас а у нас же как идут как компания. Я так поняла, по пятнадцать дней. Она говорит, в эту компанию ты уже не попадаешь. В пролёте я уже. Вот. Ты, говорит, через недельки полторы не звони никуда, прям это. иди сразу в поликлинику, если ты не передумаешь её делать, эту прививку. Может быть, намёк на что-то. Может быть, уже всё это закончится через пару недель. Или наоборот, хрен поймёшь. Вот. И... Чё-то тарелка маленькая. Буду очень-очень тебя любить. И там тебя сразу типа направят на прививку. Так что, через полторы недели я пойду в этот... в поликлинику, чтобы мне сделали прививку. Пролетела я с первой компании. Добавляю немного приправ для овощей. Соль вималайской розовая. Розовый фламинго. Детя заката. И маслица добавлю. Оливкового, наверное. Оливковые. Всё это перемешаем. И в шайтан машины. Что получится? Ели когда-нибудь сладкую картошку? Вот эту вот. Ну, батат. У нас называется это буньято. Буньято. Дюж полезные, говорят. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим. У нас сегодня заказы принимает уже мужчина, который нам привозит русские продукты. Кое-что заказала. Вкусняшки. Я буду. И всё. Вот, смотрите. И сейчас это отправлю в шайтан машину. Вот так. И в узкое у меня там всё готовится. Наверное, как картошка, да? Как ещё-то. Вы, наверное, могли бы обратить внимание, что я под крови покрасила бровки. Что-то они мне, знаете, вот эта бровь потеряла я её где-то. Не знаю где. Так. Я думаю, а где она у нас, картошка-то? Или это картошка? В общем, буду искать картошку. И всё у меня готовится. Всё. Как легко и просто. Пока у меня тут всё готовится, пойду повешу бельё. Оно у меня уже постиралось, наверное. И так вот. Такие вот у нас дела. У нас вот тут вытяжка. Вот эта вытяжка. Она... О, кстати. Я вам не показала, куда я поставила свой этот шифонер. Вот сюда. Мне кажется, это замечательное место для него. Потому что не так ветер до него дует. И вообще, мне кажется, это суперское. В общем, из этой вытяжки это вот идёт домовая. И от неё такие запахи иногда идут вкусные. Хорошо быть на крыше, а не где-то там вдоль. Я буду очень-очень. Пока я вешаю, предлагаю вам полюбоваться на облаке. На облакане сегодня замечательный. Мой обед. Смотрите. Две котлетки. Третья Чарли. Батат. И а-ля гуакамоли. Здесь авокадо, лук и помидор. Ямалайская соль, лимоны и оливковое масло. Что-то мне прям глаз так чешется. Ужас. Хочется туда палец запихать. Давайте попробуем с вами картошку. При вас вот эта. Картошка. А-ля картошка. Ммм. 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 Смородиной. Пойду кайфовать. Мы уже погуляли с подружкой. Теперь до понедельника с ним остались. Потому что выходные, все дела. Ну, у кого выходные, а у кого завтра рабочий день. В общем, а, надо сюда еще метку добавить. И будет все окей. Пойду в ютубчике полазью. Посмотрю, что там нового. У нас уже, можно сказать, глубокая ночь. Глубокая. У нас, кстати, на этой неделе, на этой неделе, завтра переводят часы. Не знаю, спать больше или меньше будем. Но, по-моему, в три будет два. В общем, мы сегодня с подружкой шли. Я говорю, так как телефоны сами переводятся, проснемся, увидим. Что ты так на меня смотришь с такой любовью? Что ты с такой любовью смотришь на меня? Так как говорю, телефоны сами переводятся. Проснемся и увидим, что, почем и как. Опять переводить все часы, ручные, вот такие вот, которые не связаны с интернетом, скажем так. Вот. И все. Это значит, пришла осень. Любовь такая моя, неземная. Сидит. скрючился весь. Иди целоваться. Давай целоваться. С тобой немножко целоваться. Да, целоваться будем, целоваться. Да, да. Все, поцеловались. Поцеловались. И теперь будем всем говорить спокойной ночи. Скажи всем пока-пока. Пока-пока. Скажи, встретимся завтра. Встретимся с вами завтра. Приятных выходных и всего самого на лучшую всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok